Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 35.10. Упростите и вычислите с точностью до 1,1. Пункт А. 0,1 корней из 200 минус 2 корня из 0,08 плюс 4 корня из 0,5 минус 0,4 корней из 50 это будет равно. Для того, чтобы упростить, нам нужно упростить таким образом, чтобы получить под корнем одинаковое выражение. То есть мы должны под коренное выражение представить в виде произведения множителей, так, чтобы из одного множителя, по крайней мере, можно было бы извлечь корень. Тогда вот это будет так. 0,1 умножить на 200 можно представить как 100 умножить на 2 минус 2 корень квадратный. Так, 0,08 можно представить как 0,04 умножить на 2. из 0,04 мы можем извлечь корень. Плюс 4 умножить. Вот 0,25 можно представить как 0,25 умножить на 2. И минус 0,4. Ну, 50 здесь понятно. 25 на 2. Это будет равно. Теперь извлекаем корень частично. Корень из 100 это 10. 10 на 0,1 это будет 1. Значит, просто у нас получается корень из 2. минус корень из 0,04 это будет 2 на 0,2 корня из 2. Плюс 4 умножить на 0,5 корней из 2. И минус 4 умножить на 5 корней из 2. Получаем корень из 2 минус 0,4 корня из 2. Плюс 2 корня из 2 и минус 2 корня из 2. Можно сократить. Итого получаем 0,6 корня из 2. Это будет равно 0,6 умножить на корень из 2. Это 1,414 и так далее. Если мы умножим, то получим такое число. 0,04. Вот возьмем. Так. А для того, чтобы сократить, то десятых. Значит, вот мы смотрим в разряде десятых у нас восьмерочка. А следующая цифра у нас четверочка. 4 меньше 5. Значит, округление мы должны взять по недостатку. 0,8. Так. Пункт В. В пункте В. 5 корней из 1,5 минус 1,2 под корнем 20 плюс корень из 500 и минус 0,2 корня из 3125. Так. Ну, будем представлять подкоренные выражения в виде произведения множителей. Ну, вот если мы посмотрим на двадцаточку, 20 можно представить как произведение 4 на 5. Тогда будем так представлять наши подкоренные выражения, чтобы одним из сомножителей была пятерка. Ну, вот 1,5. Что такое 1,5? 1,5 – это 0,2. Так. А 0,2 можно представить как произведение 0,04 умножить на 5. Минус 1,2. Вот 20 мы представляем как 4 умножить на 5. Плюс 500 мы представим как 100 умножить на 5. И минус 0,2. А вот 3125 можно представить как 625. Просто 625 умножить на 5. Тогда это все будет равно. 5 умножить на 0,2 корня из 5. минус 1,2 умножить на 0,5 умножить на 2 корня из 5. И минус 0,2 умножить на 25 корня из 5. Это будет равно. 5 на 0,2 – 1,1 корень из 5. Минус 0,5 на 2 минус 1. Значит, минус корень из 5. И плюс 10 корней из 5. И минус 0,2 на 25. Это будет 5. Значит, 5 корней из 5. Сократится и получится 5 корней из 5. Это будет равно 5 умножить на корень из 5. Это у нас 2 целых. Возьмем три знака. 236. Так, если мы все это умножим, то получим такое число. 11,18, а нам нужно сократить до десятых. И поскольку после разряда десятых у нас число 8, что больше 5, тогда приближение нужно взять по избытку. 11,2. Так, пункт В. Корень из 176. Минус 2 корня из 99. Минус корень из 891. И плюс корень из 1584. Так, ну вот, глядя на меньшее подкоренное выражение 99, его можно представить как 9 на 11. Тогда все будем делить на 11. Если мы 176 разделим на 11, получим 16 умножить на 11. Минус 2. 99 – это 9 на 11. Так, если мы 891 разделим на 11, получим корень из 81 умножить на 11. И плюс 1584 разделим на 11. Получим 144 умножить на 11. Тогда это будет равно 4 корня из 11. Минус… Значит, из 9 корень – это 3. 3 на 2 – это 6. Значит, минус 6 корней из 11. Минус 9 корней из 11. И плюс 12 корней из 11. Получаем минус 15 корней из 11. И плюс 16 корней из 11. Получаем просто корень из 11. Корень из 11. Ну, это у нас 3 целых. Напишем 3 знака. 3, 1, 6 и так далее. А нам нужно взять теперь с точностью до 1 десятой. Вот у нас разряд десятых. За ним следует единичка, что меньше 5. Следовательно, это будет равно 3,3 с точностью до 1 десятой. И остался пункт Г. Корень квадратный из 1,25 минус 1 разделить на 14 корня из 245. И плюс корень из 180 и минус корень из 80. Ну, попробуем представить все подкоренные выражения в виде произведения пятерки на все остальное. Ну, 101,25 можно представить как 0,25 умножить на 5. Минус 1,14. Так, 245. Если мы на 5 разделим, получим 49. Значит, 49 на 5. Минус. Теперь, если мы 180 разделим на 5, получим 36 умножить на 5. И минус 80, если на 5, то получим 16 на 5. Ну, в самом деле, это будет 50 плюс 30. 80. Да, все верно. Тогда это будет равно 0,25. Извлекаем корень 0,5 корня из 5. Дальше минус 1,14 умножить на 7 корней из 5. И минус 6 корней из 5. И минус 4 корня из 5. Так, что получаем? Только вот у нас перед третьим слагаемым плюс. И здесь плюс 6 корней из 5. Получаем 0,5, так, 0,5 корня из 5. Минус 0,5 корня из 5. Мы 7 и 14 сократили. Единичка, тут двоечка получилась. И плюс 2 корня из 5. И это будет равно 2 корня из 5. Так, значит, нужно умножить 2 на корень из 5. Это 2 целых. Возьмем 2, 3, 6, 4 знака после запятой. Это будет равно 4,4 и 72 и так далее. А нам нужно сократить до 1 десятой. Следовательно, мы должны взять число по избытку. Потому что за четверкой следует у нас семерка. Что больше 5, значит, это будет равно 4,5. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.